Здравствуйте, друзья! Сириусяне и разделение полов. И снова Хау Кола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Сегодня я познакомлю вас с юмористическо-фантастической книгой Георгия Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли». Автор – Георгий Бореев. Сириусяне. Итак, гуманоиды третьей планеты Сириуса-Б получили от великанов-немезиты просьбу о помощи. Сириусяне ответили Нефилимам, что прежде лирианцам нужно спросить разрешения у планеты Земля на создание нового вида животного. Потом им желательно надти матку Земли и поместить туда астральную яйцеклетку будущего человека. Когда это будет проделано, то сириусяне прилетят на Землю и помогут оплодотворить эту яйцеклетку. И вот лирианские ученые надели очки и начали искать место, где располагается матка планеты. Очки у них были не простые, а золотые, с пирамидками усеянные. Они позволяли аннунакам видеть астральные миры физическими глазами. Древние египтяне называли место, где располагается матка планеты, залами Аменти. Залы Аменти похожи на огромную квадратную комнату в астральном теле Земли. На физическом плане эта комната находится на глубине 1836 километров под великой пирамидой Хеопса. Лирианские ученые засекли это место, подвели к залам Аменти подземный коридор и приступили к созданию астральной яйцеклетки. Для создания яйцеклетки требовалось восемь астральных аур нефилимцев. Ученые пришли в город великанов и спросили у жителей колонии. Друзья, есть ли среди вас добровольцы, желающие отдать свои астральные оболочки для создания новой расы землян. Нам требуются четыре мужчины и четыре женщины. Из восьми аур мы создадим Миркабу Вечного Огня и поместим ее в матку планеты. Не сразу среди анунаков нашлись добровольцы отдать свои жизни ради создания новой расы людей. Но когда из тонких тел восьми лирианцев ученые создали два тетраэдра, соединили их по принципу Миркабы, погрузили Миркабу в матку Земли и раскрутили тетраэдры в разные стороны, то яйцеклетка была создана. Лирианцы сообщили сириусянам, что все их условия выполнены, осталось оплодотворить яйцеклетку. Третья планета Сириуса-Б является водным миром. Почти вся ее поверхность покрыта океаном. Это царство китов и дельфинов и других морских животных. Но там есть два острова, по площади сравнимых с Австралией. И на них в то время жили прозрачные гуманоиды. Цивилизация сириусян уже давно прошла стадию воплощений в грубые физические тела, и в то время они рождались на третьей планете только в астральных телах. Для экспедиции на Землю было отобрано правительственной комиссией тридцать два сирианца — шестнадцать мужчин и шестнадцать женщин. Эти люди тоже были великанами по сравнению с нами. Все тридцать два человека были женатыми друг на друге и составляли одну единую семью. У нас на Земле принято немножко не так. Один мужчина женится на одной женщине. Потому что земляне, создавая семью, копируют свет своего Солнца. Наше Солнце в то время было водородным. Водород имеет один протон и один электрон. Создавая семью, мы копируем природу водорода. Есть системы планет, где Солнце гелевое. Атом гелия состоит из двух протонов и двух электронов. Поэтому на этих планетах двое мужчин и две женщины соединяются в одну семью, чтобы иметь детей. Сириус Б является очень старой звездой — белым карликом. Он находится на очень высокой ступени эволюции и состоит из Германии. В атоме Германии шестнадцать электронов вращаются вокруг шестнадцати протонов. И поэтому семья Сириусян состоит из шестнадцати мужчин и шестнадцати женщин. Итак, космический корабль Сириусян через сорок восьмое отверстие Сириуса А мгновенно попал на наше Солнце. Затем он вошел в четвертый туннель нашего Солнца и тут же материализовался в стратосфере Земли. Все путешествие Сириусян заняло считанные секунды. Гуманоиды спустились на Землю и по туннелю вошли в залы Аментии. Там они увидели два вращающихся тетраэдра, работающую и светящуюся Меркабу. Тридцать два ассирианца встали вокруг Меркабы и создали мыслеформы тридцать двух плит из розового кварца. Плиты материализовались и до сих пор находятся там. Каждая плита имеет высоту семьдесят шесть сантиметров, ширину сто двадцать сантиметров и длину пятьсот пятьдесят сантиметров. Потом Сирианцы легли на эти плиты вокруг Меркабы, головами к центру, лицами вверх. Они лежали поочередно друг за другом. Мужчина, женщина, мужчина, женщина. По команде старшего они начали медитацию на пламени Меркабы. Своей концентрированной мыслью Сирианцы произвели оплодотворение лирианской яйцеклетки на планетарном уровне Земли. В это время в физическом мире Земли нефилимы взяли человеческие яйцеклетки, полученные лабораторным путем в пробирках, и поместили их в матки семи лирианских женщин. Через некоторое время эти женщины родили первых детей Земли. Зачатие в физическом мире происходит быстро. За двадцать четыре часа создаются восемь первых главных клеток. Однако оплодотворение на планетарном уровне происходило две тысячи лет. Только через две тысячи лет был создан общепланетарный дух двуногого животного с гордым именем человек. Землян начали вынашивать и рождать многие нефилимские женщины. Человеческих детей выращивали на острове, который располагался чуть западнее Южной Африки. Шумерские хроники, найденные современными учеными, говорят о том, что семь первых женщин-аннунаков выступили добровольцами за деньги. Ученые нефилимы взяли земную глину, кровь примата и сперма мужчины-лирианца, смешали все это вместе и ввели в матку молодым нефилимским женщинам, которые были выбраны. Таким образом, согласно подлинной человеческой истории, семеро человеческих младенцев были рождены одновременно, а не только один Адам и одна Ева. Но рождающиеся земляне были стерильны, они не могли производить себе подобных людей. Нефилимские женщины продолжали вынашивать все новых маленьких человечков, создавая трудовую армию лилипутов. Друзья мои, теперь я немножко поподробнее расскажу вам о тройной звезде Сириусе. Самая большая из трех звезд в тысячи раз превосходит размерами земное Солнце. Она выполняет функции мгновенного перехода из одной системы измерения в другие, трансформируя частоты входящих и выходящих из нее существ. В Сириусе А имеется сорок восемь сквозных отверстий для понижения и повышения вибраций путешественников во времени. Поскольку этим порталом пользуются очень разнообразные формы нечеловеческого сознания, сирианская цивилизация ушла далеко вперед в своем духовном развитии и отличалась в то молодое и задиристое время огромным расовым и чувственным разнообразием. На втором этапе становления человеческой расы на Землю прибыли кристаллические люди с четвертой планеты Сириуса-Б. Эти боги Сириуса, которые прилетели помогать лирианцам, имели много общего с колонистами. Они были такими же большими, как анунаки, только кожа у них имела золотистый оттенок. У некоторых нетерпеливых представителей двух рас было даже общее потомство. Постепенно процесс смешения дошел до того, что пришельцев можно было отличить только по группе крови. Да и сейчас потомки лирианцев имеют первую группу крови, а потомки сирианцев — вторую группу. Сириусяне с четвертой планеты Сириуса-Б обладали легкими телами из кристаллических веществ, сегодня уже неизвестных на Земле. Они размножались половым путем, откладывая одно яйцо эластичной формы. Из яйца всегда вылуплялись двое маленьких симпатичных детишек. В древнегреческой мифологии Зевс пришел к леде в облике прекрасного лебедя, после чего она скандально родила четыре яйца. Из яиц вылупилось восемь близнецов. Древние греки взяли эту ископаемую историю из седых легенд жителей Атлантиды. Те, в свою очередь, переняли эти сказки у жителей Лемурии, с которыми и был произведен великаний эксперимент разделения полов. Разделение полов После того, как кристаллические сирианцы передали свои хромосомы биороботам лемурийской расы, земляне познали смерть. Как всякие гибриды, люди не могли размножаться половым путем, хотя и делились на мужчин и женщин. Так лирианцы держали свой удачный эксперимент под контролем. Земля была планетой золота, и люди создавались для тяжелого труда на золото, добывающих в веках Южной Африки, Южной Америки, Восточной Гипербореи и Антарктиды. Многие из землян ухаживали за райскими садами и красивыми животными, привезенными лирианцами из других солнечных систем. Когда люди стали интересоваться вопросами пола, то на помощь любопытствующему человечеству пришли учителя Венеры. Знания, которые получили люди от хаторов — запретный плод с дерева познания. Не было какой-то научной информации. Жители Венеры — ангелы света Люциферы — сообщили людям, как можно превратиться из стерильных гибридов в полноценных особей, способных давать здоровое зубастое потомство. Для этого требовалась незначительная мутация, происходящая при облучении трансурановым веществом. Лирианцы, узнав о том, что люди ослушали своих творцов, страшно не обрадовались — они гневно прогнали половозрелых лемурийцев из своих городов и садов в горные резервации. А затем, покидая в очередной раз непросыхающую от слез планету, попытались и вовсе уничтожить все живое при помощи очередного потопа. Кристаллические сириусяне спасли несколько сот человек, подняв их на свои орбитальные станции. А когда воды потопа схлынули, кристальные люди опять заселили некристально чистыми людьми всю планету. Затем круглыми и прочными, как бильярдные шары, генами человечества играли звездные боги Веги и Дзеты Сити, созвездий Тельца и Большого Пса, Центавра и Орла и многих других цивилизаций, о которых я поведаю ниже. С этих пор Земля представляла довольно лакомый кусок для различных инопланетных гуманоидов. Одной из главных причин их генетических экспериментов над людьми было желание создать новые тела достаточно высокого уровня, в которые полупрозрачные пришельцы могли бы перевоплощаться для эффективного руководства человечеством. Дух планеты Санат Кумара всячески поддерживал опыты инопланетян, так как новая раса была полностью земной, а на Земле должны были зародиться, достичь небывалого расцвета и исчезнуть еще несколько сот гуманоидных цивилизаций по божественному плану. Люди, состоящие из тонкой и грубой материи Земли, служат инструментом познания Санатом Кумары самого себя. После внесения космических хромосом звездных братьев в ДНК землян, цели человеческих жизней стали соответствовать космическому плану. Вот эти цели. 1. Человеческое тело является совершенным инструментом познания Богом самого себя. Главная цель любой души, вселенной в тело, самопознание. 2. Ментальное, астральное и физическое тело землянина должны представлять собой единый понижающий трансформатор космических энергий для питания ими нижних, более грубых миров, чем физические. 3. В обмен на космическую энергию тело получает низкочастотные лучи подземных миров. Человек должен преобразовывать через двенадцать чакр позвоночника грубые телургические энергии в высокие мысли и чувства, в то, чем питаются высшие сущности. Одна из целей создания людей — служить пищей Архантам, духом планет и высшим ангелам. 4. При помощи воображения человек должен постоянно фантазировать, творить то, чего до него не было, создавать новые ментальные миры, расширяя тем самым вселенную Создателя. То есть человек — родильный орган Бога. Лирианцы, узнав о том, что тайна стерилизации разгадана, разгневались на землян. Они прогнали в любчивых лилипутов из своих веселых городов и музыкальных лесов в густые заросли резерваций. И наказанные лемурийцы смотрели своими бусинками глаз на города аннунаков из зарослей хвощей, как мышь из-за веника смотрит сейчас на мою корочку хлеба с маслом. А затем, покидая в очередной раз планету, нефилимы попытались и вовсе уничтожить все человечество при помощи потопа. Лишь благодаря кристаллическим людям Сириуса около 400 тысяч землян удалось спасти во время первого погружения Лемурии под воду. Когда толстые волны океана схлынули, на юго-западе начал подниматься новый материк — Атлантида. А Лемурия распалась на множество более мелких континентов и островов. Это был отрывок из фантастической книги Георгия Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли». Ссылка на книгу в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Дымовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишитесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.